МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многие исторические здания по улице Гончарова, бывшей Большой Саратовской, по которой мы продолжаем нашу пешую прогулку, достались Ульяновскому наследство от Симбирского купечества. Уже тогда эта улица была главной в Симбирске, поэтому здесь располагалось множество магазинов. На рубеже 19-го и 20-х веков вдоль главной магистрали тянулись ряды витрин и лавок. Это касалось и каменного двухэтажного дома 28-13 на углу улиц Большой Саратовской, ныне улицы Гончарова, и Чебоксарской, улицы Бебеля. Он был построен в начале 19-го столетия. Изначально дом принадлежал купцу, директору городского общественного банка, меценату Ивану Ивановичу Сусоколову. Об этом свидетельствует и памятная доска, установленная на доме два года назад. Иван Иванович Сусоколов, сын московского купца, появился в Симбирске в 1830-х годах, когда симбирская торговля переживала не самые лучшие времена. Несколько вилсин купец в пристани оптом торговал лесоматериалом. И уже через 10 лет он стал владельцем первого пивомедоваренного завода в Симбирске. Потом он построил еще два завода – винокуренный и водочный. К слову сказать, Сусоколов первый в нашем городе стал производить спирт из картофеля. До этого было только зерновое производство. В этом доме в 1866 году он открыл первый в городе магазин по продаже картофельного спирта. Но семья Сусоколовых здесь никогда не жила. Это был доходный дом, сдаваемый различным арендатором, который приносил купеческому семейству немалую прибыль. Этот дом облюбовали фотографы. Еще до Сусоколовых здесь находилось заведение известного фотографа Захара Блюма. Как писал литератор Дмитрий Азнобишин, юный цесаревич Николай Александрович, гостивший в Симбирске в 1863 году, удостоил вниманием заведение господина Блюма, который имел счастье поднести цесаревичу фотографические виды Симбирска, за что получил золотую булавку, украшенную бриллиантом. При Сусоколовых здесь были фотомастерские других фотографов. К услугам некоторых из них прибегала семья Ульяновых. В конце XIX века дом Сусоколовых перешел в собственность города и был передан Симбирскому учебно-трудовому пункту. Он просуществовал вплоть до революции. Нижний этаж занимали парикмахерские и самый большой в Старом Симбирске книжный и пищебумажный магазин «Семья и школа» – Рыниной. Здесь учащиеся всех школ обычно закупали учебники и письменные принадлежности. Бывший дом Сусоколовых знаменит еще и тем, что здесь располагался самый первый в Симбирске постоянно действующий кинотеатр-электротеатр Патэ. С 1907 по 1923 года он находился в левом крыле здания. Экраном служила гладко оштукатуренная и выбеленная стена. Зрительный зал располагался на втором этаже. В советское время дом был национализирован. До сих пор он напоминает муравейник, вмещающий множество магазинов, контор и учреждений. Напоминаю, нашим путеводителем по улице Гончарова является книга «Улица Гончарова», составленная сотрудниками Государственного архива Ульяновской области. В трехэтажном здании по адресу улица Гончарова, 30, тоже размещается множество магазинов и фирм. Но мемориальная доска гласит, что здесь с 1840 по 1918 года находилась Симбирская духовная семинария. Учрежденной в 1832 году Симбирской епархии полагалось иметь свою духовную семинарию, которая готовила священников и учителей церковно-приходских школ. И перед первым владыкой новой епархии, бывшим архиепископом Минским Анатолием, была поставлена задача в непродолжительном времени заняться устройством семинария. Однако она открылась лишь 2 сентября 1840 года. За полвека существования семинария пережила разные периоды. В ее стенах преподавали и учились выдающиеся личности. В 1908 году, после окончания Симбирского духовного училища, в семинарию поступил сын псаломщика Богоявленской церкви, села Преслониха Аркадий Пластов. Впоследствии народный художник СССР Аркадий Александрович Пластов вспоминал, «Поступление мое в семинарию наполняло отца гордостью, и он лелеял про себя другую мечту. Учись, старайся, — напутствовал он, — может, архиереем будешь». С 1925 года в семинарском комплексе разместилась губернская, а затем краевая софт-парт-школа, имевшая разные названия. С 1940 года здание с удобной для контор коридорной системой занимали областные структуры. С севера к зданию бывшей семинарии примыкает трехэтажное строение под номером 32. С 1909 года его приобретает отделение Волжско-Камского коммерческого банка, приехавший из Москвы новый управляющий банка Владимир Анчиков захотел придать зданию внушительный и богатый вид. Сделать реставрацию здания высокохудожественно и экономично в Симбирске мог только архитектор Федор Осипович Левчак. К нему и обратился Анчиков. В результате был надстроен третий этаж. С северной стороны здания возведена пристройка с эркером над входом и двумя небольшими балконами с металлическим ограждением. Здесь появился водопровод, канализация и автономное освещение от собственной электростанции во дворе. Главный фасад с балконами лепнины, окнами различной формы в стиле модерн стал украшением улицы. Первый этаж банковского здания традиционно был отдан под торговлю. В вывеске зазывали прохожих магазины одежды и белья. Часовой, ювелирный, табачный. По соседству с ними находилась единственная сельдерская кофейня, которая охотно торговала из спиртмен. Центральную часть занимал винно-гастрономический магазин купчихи Ольги Александровны Черноуцевой. Чего там только не было. Черная икра, разные балыки, омары, шоколадные конфеты и прочее. После революционного времени в 1922 году здесь размещалась биржа. В 1903-м находилась библиотека-читальня для больных военного госпиталя. Сегодня вновь здание отдано под торговлю и коммерческие структуры. Следующий трехэтажный дом номер 34 принадлежал купцам Нестеровым, потом Красниковым. Он использовался как доходный. В 1909 году его владельцем стал Волжско-Камский коммерческий банк. Но банк его тоже использовал как доходный. Среди прочих арендаторов здесь находилось страховое агентство товарищества Саламандра, которое страховало от огня. А в советское время долгое время размещался ресторан «Волна» – один из центральных ресторанов города. Дом по адресу Гончарова 38 и Дворцовая 8 в Старом Симбирске располагался на границе первой части города. Улица Дворцовая служила разделяющей чертой. Как и соседние дома этого торгового участка, здание появилось еще в конце XVIII века. В 1870-е годы домовладение принадлежало симбирскому купцу второй гильдии Ивану Осиповичу Буско. Дом использовался как доходный. С середины XIX столетия в доме Буско располагалась гостиница «Пассаж». Она считалась очень престижной. Здесь останавливались знатные лица, о приезде которых сообщалось в газете «Симбирские губернские ведомости». После революции номера «Пассаж» стали своеобразным филиалом губкома и губисполкома. Здесь размещались советские руководители. В 1933 году в здании бывшей гостиницы «Пассаж» была открыта вторая коммунальная гостиница. В последние советские годы значительную часть первого этажа занимал популярный магазин «Черемуха». Вот мы и дошли до перекрестка. Здесь улица Гончарова пересекает улицу Дворцовую. О зданиях на этой улице мы расскажем вам в следующей передаче. Редактор субтитров А.Семкин